Си Цзиньпинь посетил теплоэнергетическую компанию в провинции Шаньси. Генеральный секретарь ООН поздравил китайский народ с Новым годом по лунному календарю и пожелал успеха зимней Олимпиаде. В Китае публикована «Белая книга» о космической программе страны. Товары с тигринной тематикой набирают популярность в преддверии праздника весны. Председатель КНР Си Цзиньпинь посетил теплоэнергетическую компанию Жуйгуан на севере Китая. В ходе проверки он поручил местным властям удвоить нагрузку на ТЭЦ во время праздника весны. Также глава Китая поставил перед сотрудниками цель – достичь прорыва в освоении экологических чистых и низкоуглеродных технологий и оптимизировать производственные структуры с помощью модернизации традиционных секторов. Стабильное снабжение электро- и тепловой энергии – одна из важных задач, которая стоит перед Китаем. Си Цзиньпинь также обратился к экспертам с поручением изучить спрос и предложения и нарастить новые мощности в энергоснабжении. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш пожелал всего наилучшего предстоящим зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Он подчеркнул, что Олимпийский дух является маяком человеческой солидарности. Также глава ООН записал видеообращение по случаю Нового года по лунному календарю. «Поздравляю с праздником весны, с Новым годом по лунному календарю. Я рад направить вам свои самые теплые поздравления с началом года Тигра. Тигр символизирует силу, жизненную энергию, мужество, стойкость и смелость. Именно эти качества нужны нам сегодня, чтобы противостоять вызовам сегодняшнего дня». Генеральный секретарь поблагодарил Китай и китайский народ за значительный вклад и приверженность «Ценностям Организации Объединенных Наций». Олимпийский дух – это маяк человеческой солидарности. Я с нетерпением жду безопасного и успешного проведения игр. В Новый год по лунному календарю, в год Тигра, я желаю вам и вашим семьям процветания, здоровья и счастья. Зимняя Олимпиада официально открывается 4 февраля, в четвертый день китайского Нового года по лунному календарю. Перед церемонией состоится шоу непрофессиональных артистов, среди которых и школьники, и пожилые люди. Все они принимают участие в концерте, чтобы показать свое олимпийское настроение и приверженность здоровому образу жизни. Китай опубликовал «Белую книгу» о космической программе страны. Она стала пятым по счету документом, в котором излагаются цели, принципы, политика исследования космоса. В книге перечислены успехи Китая в космической области, достигнутые в период с 2016 года. В том числе в ней написано о продвижении строительства космической инфраструктуры, о введении в эксплуатацию глобальной навигационной спутниковой системы Бэйдоу, о непрерывном развитии услуг спутниковой связи и трансляции и многое другое. В ближайшие пять лет Китай сосредоточит внимание на ключевых сферах деятельности в космической области. Мы будем продвигать реализацию крупных проектов, завершим строительство Китайской космической станции и системы наблюдения за поверхностью Земли с высоким разрешением. Реализуем новые крупные проекты, такие как четвертая фаза программы исследования Луны и зондирования планет. Космическая отрасль является жизненно важной частью общенациональной стратегии, и Китай придерживается принципа исследования и использования космического пространства в мирных целях. В Поднебесной готовы исследовать полярные области Луны и рассматривать возможность пилотируемой высадки на ее поверхности. Кроме того, страна будет совершенствовать мониторинг космического мусора, расширять систему управления космической средой, а также создавать систему защиты от угроз, исходящих от малых околоземных небесных тел. Между Китаем и другими странами, согласно Белой книге, будет расширяться сотрудничество в области отбора и подготовки космонавтов, совместных полетов и в других областях. От продуктов питания до золотых украшений. В преддверии праздника весны в Китае резко выросли продажи товаров с тигриной тематикой. Мотивы понятны. 2022 год по лунному календарю – это год тигра. У нас в супермаркете около 100 товаров с тиграми, и продажи действительно хорошие. Подарочные коробки с напитками и выпечкой продаются лучше всего. Продавцы ювелирного магазина в Пекине заявили, что наступил пик продаж, поскольку все больше потребителей покупают золотые украшения в преддверии праздника весны. Особенные изделия с изображением тигра. Чтобы увеличить продажи, популярные бренды спешат запустить новые дизайнерские линейки одежды, обуви и сумок с полосатой тематикой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова